Всем привет! Это Игорь Зиненко, художник и иллюстратор комикса «Счастливого конца света». А это Саша Зиненко, писатель и сценарист нашего комикса. Сегодня мы собрались, чтобы рассказать вам один из этапов создания комикса. Он очень важен, потому что сегодня мы поговорим о том, как создавалась обложка к нашему первому выпуску «Счастливого конца света». Поэтому приготовьтесь, наденьте 3D-очки, они вам не помогут, но все равно, если есть, надевайте. Берите барабаны, чтобы делать барабаны на дыро. Поехали. Итак, друзья, вот как выглядит обложка, прежде чем вообще ее нарисуют. Ну, по сути, это просто белый кусок бумаги вначале, пока она только в голове Игоря, но потом все появляется и не видно. Вот так она в коложе Игоря. Мне хотелось нарисовать... Так, давай все-таки водное какое-то сделаем. Вот. В общем, прежде чем рисовать обложку, я набрасываю варианты скетчей на бумаге. Это такие небольшие миниатюрки того, что я вообще хочу нарисовать на обложке. И вариантов бывает много, бывает туча целая, в этом как раз случае было их много, но я остановился на таком варианте, который рассказывал бы нашу историю в первом выпуске и одновременно много не рассказывал. Покажи, покажи варианты. Вариантов тут не видно, это не варианты. Это я уже начал набрасывать по частям, как должен выглядеть Оливер, те или иные элементы. Вот тут он так кривенько выглядел. Это я на одном листе набросал, тут другое. Мне нравились некоторые зомбики, которых я позднее вот здесь вот обрисовывал. Вот здесь даже были разные варианты эмоций. И был вариант, что Оливер смотрит куда-то вниз на то, что происходит с Софи. Но в итоге я остановился на таком Оливере, который безразличен к тому, что происходит. В принципе, это его такая эмоция, одновременно это такая забавная реакция на то, что происходит. Вот были комментарии без слов. Да, и был такой вариант, что Софи и мотоциклист были более крупным планом. Но походу я отказался от этого варианта, потому что они были с Оливером одного размера и перебивали друг друга. В итоге этот вариант, который получился, был более выгодный. Ну, ты сказал вначале, что ты набрасываешь много разных вариантов. Вообще, от чего ты отталкиваешься с этими вариантами? Сколько у тебя идей на обложку возникает? Вообще, от какой идеи ты отталкиваешься? Вообще, я отталкивался от мысли, от того, что должно быть на обложке. О чем наш первый выпуск и что можно рассказать на обложке, опять же, чтобы немного рассказать и при этом зацепить зрителя, чтобы ему хотелось посмотреть, купить комикс. Судят по обложке, а потом уже дальше. Поэтому оно как бы должно передавать суть всего комикса, завлекать и при этом не выдавать, не спойлерить. Да, и были разные варианты, я, правда, уже все не помню, но так или иначе они опирались на суть того, что на обложке будет Софи и Оливер. Аманды пока не будет, потому что Аманды пока нет в этом выпуске. И, конечно же, нужны были зомби. Основные элементы, которые должны были быть на обложке, зомби, которые угрожают нашим персонажам, создают конфликт, интригу. Ну и читатели, которые любят зомби, они были уверены, что в выпуске их ждет именно. Вот это основные элементы, как Оливер, Софи и зомби будут на обложке. Я уже игрался с их расположением, показать, что произойдет. Было немало вариантов. Также были там с креслом всякие взаимодействия, что Оливер сидит на кресле, потому что отчасти это его такая фишка. Он много времени проводит в кресле, проводит дома. У нас даже когда-то был постер о том, как Оливер сидит на кресле. Да, это не первый вариант обложки, который я придумывал. Да, были варианты обложки и другие, которые были в целом на все три выпуска, как бы на первый эпизод. Но об этом позже, может, не получится сделать. И вот я уже начал потихоньку рисовать Оливера. Я сосканировал то, что рисовал на бумаге, потому что мне как-то на бумаге сподручнее было рисовать в позы и формы. И как-то это быстрее мне выходит. Я набросал небольшие наброски, чтобы понять, какой будет композиция и расположение объектов. Но в дальнейшем все равно поправлял. И вот тут я уже начал рисовать Оливера. Как раз ориентировался по нарисованной его версии. Потому что мне казалось, что эмоции, рука чем-то таким более подходящим. Обладает мистический форм. Я пробовал срисовать, да. Ну, смотри. Все равно обложки же не делаются так с понтовой клуб. Любая иллюстрация не считается же обложкой. Все-таки там заказывают даже специальных художников для обложек. Что делает обложку обложкой вообще, если так подумать и посмотреть на нее? Ну, как я уже говорил в наших трансляциях, что все-таки обложка делает цепляющие многие элементы. Но основная из них это, конечно же, композиция. Она должна быть простая, но эффектная. И обычно простую композицию можно сложить из нескольких элементов. Квадратов, треугольников или прямоугольников. То есть это такие зрительные треугольники. Да, зрительные элементы на осях или внутри которых расположены наши персонажи или какие-то объекты. Я не направляю на взгляд. Да. Ну, тут, допустим, можно было бы обозначить то, что наша обложка разделена на два сюжета. Это то, что происходит с Оливером. То, что он не замечает зомби. И нижнюю часть это то, что Софи и Байкер отбиваются от толпы зомби. Отчасти это и то, что происходит в комиксе. Передает и создает композицию. Допустим, если провести вот здесь вот так вот крестик. Поперек. Да, поперек. Они как бы и создают невидимый такой вот крест. Эти персонажи направляются в разные стороны. И центр внимания оказывается поделен между этими двумя сюжетами. Да, такие два треугольника. Ну, такие два треугольника получаются сверху и снизу. И даже если провести вот прямые линии, поделить на третий вертикально этот постер, то мы увидим, что в центре внимания оказывается Оливер и наши персонажи, а по бокам оказываются зомби. Это тоже как бы помогает один из поспринять информацию. И если смотреть на последний вариант обложки, который в итоге вышел, если смотреть, опять же, прочертить такие оси, то получается, что равноудаленные элементы, вот, допустим, если здесь провести черту где-то и на уровне глаз Оливера, пройдет черта, и она обращает, опять же, наше внимание на нужные элементы. Кстати, ты не сказал, что ты также вначале предусматриваешь надпись, и будет располагаться. Да, мы к этому сейчас вернемся. Здесь вот как раз должно быть предусмотрено что-то под надпись, по-моему. Под ногами. Вот это под надпись, это для выпуска планировал. Вот здесь даже подпись «Женские зомби», возможно. Я еще думал, походу, какие будут зомби, потому что... Да, как видите, здесь они другие пока. Пока другие, да. И сделал себе какие-то пометки по объему, как будто бы они кружены. Кстати, если помнишь, один из вопросов наших подписчиков был в том, как сделать обложку динамичной вообще. Опять же, помогают какие-то наклоны персонажей, их движения, действия, создать экшен в кадре. Всяких спецэффектов, падающих штучек тоже помогает. Добавляет кое-какие детали, оживляет. Ну и вот, конечно же, персонажей в всяких позах напряженных, динамичных, что они что-то делают, пытаются что-то достать, выражать, не просто стоят. Оливер в нашем случае, наоборот, более пассивный по отношению к тем же зомби, которые активны, и в этом есть противовес. Кстати, вот сейчас вы видите, как меняются зомби. Некоторые элементы помимо зомби, рука Оливера. И это, мне кажется, дает понять о том, что обложка и вообще весь комикс появляется не сразу в таком идеальном виде, как мы его видим в готовом варианте, как и читатель. К нам кажется таким простым. И когда ты только начинаешь рисовать, писать, что-то вообще заниматься любым творчеством, ты думаешь, что это получается с первого раза. Даже там снимать фильмы. Все, что остается за кулисами, для тебя кажется таким обычным и какой-то данностью, а по сути, все начинается с таких грубых черновиков, которые этап за этапом подправляются, корректируются и уже доводятся до большего совершенства. Потому что, мне кажется, вначале ты не принимаешь. А у меня не получилось, говоришь. У меня не получилось. На самом деле, ты просто не перешел к следующему этапу. Уже со временем, когда у тебя появляется опыт, ты понимаешь, что вначале можно не тратить время на какие-то проработки деталей, а наоборот, лучше пропустить несколько стадий. Черновых набросок. Да, сделать их черновыми, сделать их грубыми, сделать их вот такими непонятными, витиеватыми, вернее, понятными только тебе, как художнику. Ну да, потому что, в принципе, даже на бумаге наброски остаются идеями, и ты либо оставляешь эту идею, либо переходишь к другой, либо возвращаешься к ней. Вот я тут менял. В любом случае, прорабатываешь дальше и дальше. Да, вид зомби менял. Вот он у меня уже был, в принципе, такой, но мне что-то не понравилось. Я решил, может, взять одного из зомби, который был в комиксе, попробовал, но он мне также не понравился. И опять же, я выбрал эту зомби-женщину, потому что она была в комиксе, и мне нравится, как она выглядит, как персонаж. И вот даже добавил собачку летящую, потому что вначале она не предусматривалась. Она была одним из людей, которых поддерживали нас всегда. Да, она не предусматривалась, но так как справа был толстяк, то я добавил собаку, чтобы уравновесить композицию, и они смотрелись равномерно. И не было каких-то перекосов. Ну и руки тоже. У меня не получалось нарисовать нормальную руку. У Саши говорит, протез у него выходит. Я фотографировал свои руки, смотрел в зеркало, потом перерисовывал что-то. Ну, она была нарисована как протез. Ну, вот потому что у меня не получалось нарисовать. Я перерисовывал свои руки, и вот он получался так вот. Более правильный их нарисовать. Ничего страшного, если срисовывать себя, это своего рода исходник. И исходники тоже не страшно использовать, потому что в любом случае ты не знаешь всего. И в любом творчестве, в рисовании, в писательстве, в съемках, ты можешь все не знать, да. Пробовать что-то новое для себя каждый раз. И поэтому в любом случае надо учиться, надо смотреть, и в результатах этого поиска ты будешь находить что-то новое. И значит прогрессировать, и становиться лучше. Вот я со временем увеличивал Оливера, так как он становился основой композиции, такой основой треугольника огромного, так как на него обращалось внимание, а зомби уже отошли на второй план, и они своего рода тоже составляли такой кружок, если говорить о формах, которые... Как это разделение на две части. Да, как фокус фотоаппарате, если сравнивать, тоже обращают внимание на то, что происходит здесь. И снизу твоего... Ну, да, полукруг декори формы. Тут я решил все-таки поэкспериментировать, да, и посмотреть, что можно добавить, и добавил такие более... А что ли, современные куртки, стрижки, вон, типа, такие. Она в цвет. Кстати, интересный еще элемент, что когда рисуешь страницу, либо рисуешь рисунок, иллюстрацию, и когда ты ее сделал в черновом варианте, потом обвел, не факт, что все будет выглядеть именно так, когда все будет в цвете, и нужно будет по-другому расставлять акценты, опять же, правильно направлять движение взгляда. Потому что, если сейчас, как Игорь сказал, мы всех выделили определенными формами, допустим, круг сверху, треугольник, то, когда дело дойдет до цвета, нужно будет еще отделить персонажей друг от друга. Чтобы они не выглядели плоским, что-то вроде воздушной перспективы. Ну и чтобы они не сомневались друг от друга. Акцентрировать внимание, и опять же, хотел сказать о том, что вот здесь, мы видим, был парень зомби, потом я подумал, может все-таки добавить еще одну девушку зомби, но вернулся все-таки к парню, потому что подумал, что он будет создавать больше угрозы для нашей Софи, будучи парнем, чем девушкой. Еще, конечно, я люблю продеталивать, потрудиться над контуром, проработать его, чтобы все было чистенько, но всегда забываю о том, что когда ты раскрасишь, все-таки внимание обращается на весь рисунок целиком, а не то, насколько красивый контур. Но это тоже приходит с опытом, потому что вот как-то так. Кстати, вот эти персонажи, два сзади силуэтные такие, они же были сделаны для того, чтобы, во-первых, создать большее количество угрозы, а во-вторых, не захламлять и не зашумлять, скажем так, рисунок, потому что, если бы опять они были прорисованы в деталях персонажа, во-первых, на это ушло бы лишнее время, а во-вторых, они бы отвлекали на себя внимание, а так они такие схематичные, и взгляды типа в расфокусе. Да, они в расфокусе, это с одной стороны и стилизация, а с другой стороны это возможность не усложнять картинку и не отвлекать на себя внимание, когда оно должно быть на главных персонажах. Ну и этот способ сэкономить время. Ну и тут я старался понять, откуда идет свет, как его лучше подать, чтобы понять, как будет более выигрышно. Это один из вариантов, хотя у меня, по-моему, тогда с первого варианта получилось. Я больше игрался именно с цветом все обложки, но это чуть позже будет. Вернись с вас назад и скажи, что ты тут понимаешь в свете? В смысле, вот эти белые пятна говорят тебе, что свет хороший? Как ты это понимаешь? Я просто расставил свет с точки зрения, что у нас свет будет, как обычно, сверху, день, светло, и снизу будет более темное, так как нужно было отградить зомби вот эту часть и акцентировать внимание на названии, которое пока не обведено. Это была новая версия названия, и она еще не была готова. И я думал о том, откуда будет свет, он будет более направленный, идти сверху вниз и даже немножко позади Оливера, потому что он откуда-то со стороны зомби идет, проходит сквозь одного зомби, проходит сюда, падает на них, проходит вот сюда. Хорошо, как ты понял, что он правильно, что он тебе нравится? Я стирал в тех местах и смотрел, насколько происходит правильное выделение объектов. Вот здесь, если видишь, выделяется Софья, благодаря свету, и наш байкер. Здесь выделяется Оливер, среди вот этих зомби, они его как бы тоже как бы сайта уже пытался акцентировать внимание на персонажей, персонажей, в том, что нам нужно. И тут уже перешли к раскраске, потому что контур был готов, я понял, что следует делать дальше со светом и набросал основные цвета. Обязательно, почему у тебя все зомби? Зеленые? От персонажа расскажешь. Сначала у всех вообще сплошной цвет и я потом беру цвета, которые у меня, допустим, есть уже в комиксе. Любой сплошной? Да, любой сплошной. потом беру цвета, которые есть в комиксе. Байкер уже был, Софи была, Оливер был. Ну и некоторые зомби были, я уже на глаз их брал, не прям пипеткой, просто на глаз, как, опять же, в сочетании с основными, главными персонажами. И тут они набросаны так кривенько, в дальнейшем вот уже подчищенный вариант. Зачем ты вообще делал плоский свет? Ну я рисую в фотошопе и там есть удобная функция ограничения пикселей, кажется так она называется, когда ты полностью можешь залить там где слои, на панели со слоями, да, на панели со слоями, залить персонажей, потом нажать эту функцию, она выглядит как такой квадратик с шахматной доской, что-то вроде этого. Оно обозначает пикселей блокировку и я могу кисточкой рисовать цвета, не выходя за краем, от вот этого зеленого цвета и вот поэтому я набросал сначала эти цвета, а уже потом постепенно стал подбирать цвета для каждого зомби, чтобы они не особо перебивали, ну и соответствовали тем цветам, которые у них в комиксе, потому что вот этот персонаж был в комиксе, она была в комиксе, собака был, вот этот был, а этот был, а этот был, вот этих не было, тут уже еще более подчищенные цвета, более ровные. То есть опять здесь идет этап за этапом когда чертами по решетам более чистовую да и я решил попробовать набросать фоновый цвет чтобы понять каким будет фон потому что на этом момент вещи не определился да здесь на самом деле только парочка из тех что были то что-то вроде граффити тоже у нас была такая задумка изначально что комикс все-таки имеет такую urban стилистику городское что-нибудь уличная стилистику связанную с граффити что за динамичное чтобы было вызывающе и интересно и вот тут уже пошел свет соответствии с тем что и до раньше размечал его как-то накладываешь или заново рис есть пользу разные способы на полу я выделял контур вес высветлял уже те цвета которые были при помощи тренировки да да при помощи коррекции контур и выделяю опять же так что мне нравится акцентирует внимание где без цветов еще фоновая такая как наклейка надо кстати сделать вот тут уже тоже попытки как-то сделать фон здесь ко мне летят во все стороны они стоят это уже зачатки того как я видел и за как нужно было изобразить и понял что понадобится оранжевый фон меня немножко еще смущало что у ливера такие полурыжие волосы но оранжевый цвет все-таки было скорее в том чем сливался с его волосами и опять же тут шло акцентирование внимание на поле вере разделение на две части вот еще один из вариантов которая идет вот как и говорил вертикальными линиями но тут он идет вроде молнии как раз это послужило зачатком к тому что получилось дальше вот еще один из вариантов он мне тоже нравился потому что он такой вроде чистый из-за белого но он не совсем акцентировал внимание он скорее ты не так передавал историю как будто бы потому что рыжий в нашем случае передает местность где живет оливер надо это каньон городок каньон который поблизости находится на цвету от которой окружают они в принципе в каньоне живут который окружает их город не служит защитным механизмом в некотором роде для людей которые живут в этом городе я остановился на этом варианте и тут тоже добавил свет что он был поле такой яркий направленный как будто это жаркий день потому что и в принципе за ними такой яркий свет начали опять же постепенно появляться какие-то дополнительные идеи как вот вот эти вот зачатки я вам предложил сделать добавить такие элементы игровые то что мелодии на земле и до пульте здесь треугольнички как от playstation крестики вот они уже более почистились для снова тяжелым как бы сзади у нас такой вырисовывается каньон своеобразно они как бы все находятся как будто бы в каньоне при этом мы решили сделать что-то такое нестандартное наполнить этот же каньон поверх именно элементами как будто бы они исходят во-первых от зомби а во-вторых они являются атрибутами присущими оливеру и пульт и джойстик то что он любит и при этом он кушает папку опять же попытка в комиксе в обложке передать то что находится в самом комиксе это такое тоже что-то вроде урбан современного стиля когда такие иконочки или значки являются атрибутами графики опять же если говорить об акцентах то фон в отличие от тех же зомби персонажей нарисовался без контура специально чтобы не перебивать и не переманивать на себя лишнее внимание он просто такой как бы фоновый и тут он рисовался более такой как иллюстрация чем в комиксном стиле на себе лишь на кто не знал cg это компьютерная графика вроде как картинок которые на детальные вроде 3d шных да как будто 3 и вот первое появление полноценная надпись и счастливого конца света очень нужно вот именно фирменная урбан стиле и я уже по чуть-чуть подправлял когда увидел весь рисунок всю иллюстрацию в полной мере уже добавлял раздевается очистки боли на это муравки чуть подправляла многие хоть я рисовал их целиком но когда они стояли в полный рост их ноги уходили под обложку это не очень клево смотрелось смотрел слишком плоско поэтому я прибег к такому трюку как стирание их ног в принципе это вообще не бросается в глаза но допустимо потому что все равно как как и нити и выше здесь и схематичность и конкретика и она не мешает читабельности надписи ну и последний шаг это коррекция всего этого и кстати вот я добавил кусочек еще упорно потому что заменил что он ничем нам не кончается не очень бросается это глаза когда есть уже знаешь да уж и когда опять же красный человек противоположность синему и они такие на контрасте красная ведерко и синяя софи да и тут и опять же в окану телу жмя подозревают не делал контур чтобы он не перевивал наших персонажей он также нарисован просто цветами и если заметите те зомби которые были схематически наброшены черным цветом сейчас они зеленый то есть передают цвет самих зомби мы понимаем что это зомби где-то сзади какая-то угроза да но при этом они также без контура и не мешают нашему взгляду обращать внимание на обведенных персонажей в принципе это все в итоге коррекция это последний этап когда картинка делается сочнее подтягиваются какие-то цвета которые не совсем такие в общем это тот этап когда саша может приложить руку и немножко поиграться с цветами ну что он смотрит на это с точки зрения как по вот это то что можно исправить я же смотрю на это как почти готовый вариант поэтому не исправлять не очень не охота но все-таки надо я знаю одно из преимуществ почему лучше работать в команде хотя бы с двух человек ну и если этот второй человек невоображаемый важный и потому что когда я вижу картинку которую игорь вложил много часов и стараний и прорабатывал все ему все как родное я просто уже не вижу здесь разница он не видит в чем разница и во-первых ему понадобилось либо время на неделю отложить и снова вернуться и все подбрать ну и к примеру так говорит но все равно надо отдохнуть на что-то отвлечься либо я уже сяду и чуть-чуть попробую игорь скажешь нет это не так не так потом мы найдем золотую середину и получится готовый вот такой вариант обложки тоже когда идет подбор цветов некотором роде экспериментируешь потому что допустим такие белые волосы это как бы немножко в зомби стильный получился но я подумал что это те же люди я подбирал сюда и знаешь когда ты превратишься в зомби нет он скорее не седует скорее мира покрашены там поэтому я думал что лучше будет эффектно смотреться чем будет правдоподобно потому что в некоторых случаях да и в комиксе приходится прибегать таким улучшением в сторону не правдоподобности а прикольности лучше выбирать сторону того как что прикольнее смотрится потому что когда ты выбираешь сторону того что правдоподобно ты немножко можешь потерять какого-то своеобразие стилистики до стилистики какого-то шика может какой-то необычности потому что нужно удивлять как и в самом комиксе так и на обложке конечно удивляет когда ты видишь крутую обложку внутри какая-то ерунда в нашем случае все круто и снаружи соответствовал тому что внутри и естественно сейчас есть такая тенденция когда все пытаются а удивить удивить и за этим ничего не скрывать тут же мы стараемся сделать так чтобы это было и красиво и соответственно имело какой-то смысл дополнительную информацию несло интересную историю рассказывал что любой читающий кто бы это ни был не почувствовал что это пустая трата времени и что покупка не оправдывает себя что чтобы это было скачано куплено или лежала на полке и пылилась или вам хотелось кому-то отдать этот комикс нам хотелось сделать так чтобы наш комикс был тем комиксом который бы мы сами купили который был нас лежала мы постоянно по давай посмотрим давай посмотрим и это был наш такой внутренний посыл который мы пытались сделать и донести в этом первом выпуске вот собственно так я делаю обложку а игорь просто комитет как же мы еще делаем ложки вот такой был процесс создания от начала от черновых набросков с идеями и мыслями до финального раскрашивания да и коррекции цвета принципе я надеюсь мы ответили на все ваши вопросы если нет и если возникли новые вдруг то обязательно оставлять их комментариях мы постараемся ответить или там же или в новых видео то собственно такой получился финальный вариант который у нас прямо в комиксе увидят все кто покупает наш комикс поддерживает нас помогает нам работать над продолжением спасибо вам всем а до необычные истории до конца света спасибо за внимание спасибо за компанию что смотрели и пока счастливого конца света